Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы протестируем с вами видеокарту GeForce RTX 2060 от компании Gigabyte с двумя вентиляторами. Ее технические характеристики GPU-Z можете прочитать на ваших экранах. И также сделан тест Superposition с максимальными настройками. Конфигурацию ПК небольшой вы можете прочитать также в тесте Superposition, немножко ниже цифрах больших, и также более подробную информацию о ПК можете прочитать в описании к этому ролику. Погнали в тесты! GTA 5 максимальные настройки, и по крайней мере те, которые я смог найти, те, которые я смог выкрутить, кроме размытия в движении. Оно мне крайне бесит, и мне оно не нравится. Хотя, возможно, так было бы правильнее тестировать. Видим на экране, что у нас достаточно неплохие показатели для максимальных настроек. Пусть и игрушка и древняя, но все-таки не совсем уж так хорошо работающая. Но плавность картинки достаточно неплохая. Поиграть в соло режим вообще без проблем абсолютно можно. Поэтому можно наслаждаться игрушкой в свою любимую GTA 5. Vigor. Достаточно недавно его портировали с консолей. Да, я его приобрел. Настройки, как вы можете видеть, абсолютно максимальные. И FPS у нас дает возможность раскрыть киберспортивный монитор 144 Гц. Даже периодически немножечко и побольше. Поэтому наслаждаться любимой игрой с консолей вполне себе эта видеокарта может себе позволить. Так что просим, так сказать, как тестом просим на сервер. Дейзи, естественно, максимальные настройки, а как куда же без них. Населенный пункт солнечный, сервер официальный от первого лица. Конечно, FPS у нас и не так, как в Игоре. Ближе к GTA 5, я бы сказал. Но вполне себе тоже неплохие показатели. Возможно, если бы на экране творился трэш и угар, было бы немножечко и похуже со FPS-иками. Но, как есть, как есть. Вполне себе неплохо, как мне кажется. Once Human. Достаточно недавно появился в ММОРПГшка. И дает возможность нам ощутить полноценные 60 кадров. Что для ММОРПГ вполне себе неплохо. Графон здесь приятный. Геймплей интересный. И видеокарта справляется. Добро пожаловать, как говорится. Project Elite, или L33T, да, как интереснее вам называть. Настройки высокие. И MSI Auto Burner мне захотел здесь, к сожалению, отображаться. Но в перестрелках, в начале перестрелок, могу сказать, что ощущаются жуткие фрезы. Как вы можете наблюдать на своих экранах. Поэтому графоней, скорее всего, придется поставить поменьше. Если это, конечно, вообще спасет ситуацию. Но есть предположение, что нет. Я, к сожалению, не проверял. Tekken 7. Высокие настройки. Но и Tekken дает вам возможность насладиться 60 абсолютно ровными FPS. И проходить сюжетку, по крайней мере, доставляет полное удовольствие. Как мы видим, видеокарта практически не нагружается. Чилит, как и вся система в целом. Но, к сожалению, 8-го Tekken у меня нет. А 7-ку почему бы и не протестировать. Экспедишн Модранер. Максимальные настройки. И наблюдаем, что чуть-чуть не дотягивает видеокарта до ровных и стабильных 60 FPS. Фреймтайм периодически рвется. Но, с другой стороны, это не такая уж прям экшен-игра, чтобы требовалось прям уровненький фреймтайм. Но, все-таки, да, осадочек, как говорится, остается. Возможно, есть места, где FPS еще больше будет проседать. К сожалению, я таких пока еще не нашел. Не особо много в нее играл. Поэтому, как-то так получается. Играть можно? Евротрек симулятор 2. Максимальнейшие настройки. Едем в дождь. Едем практически утром. Поэтому нагрузка на систему должна быть чуть-чуть повыше, чем днем и без дождя. Но вне города наблюдаем ровные 60 FPS. А вот в городе уже, к сожалению, FPS страдает. Но, несмотря на это, фреймтайм у нас достаточно ровный и прекрасный. Но в этой видеокарте выводы делать только вам.